Всем приветики! И сейчас 9 вечера, у меня просто, я не знаю почему, но всегда к вечеру появляется мотивация как-то снимать. Я заметила, даже иногда ночью приходят какие-то идеи, и ты уже всё, вот так вот, всё, я спать не буду сегодня, я хочу воплотить какую-то идею в реальность, или подумать о чём-то, что может получиться очень круто. Надеюсь, я не одна такая, к которой приходит вдохновение позже, чем нужно. И сегодня, наконец-таки, я буду готовить свои первые свечи. Хочу с вами, естественно, поделиться вообще всем, всё, что я буду делать, как я буду делать, что я буду использовать. Это так круто, так интересно. Ой, я уже предвкушаю, когда буду зажигать свои первые свечи, но это произойдёт только через неделю или две недели, потому что вы знаете, что свеча должна выстоять как минимум неделю для того, чтобы можно было её уже зажигать и тестировать. Сегодня, наконец-таки, я вам покажу своё рабочее пространство, небольшое, но, так скажем, для начала. Конечно же, всё находится в комнате, в которой нет места вообще сдвинуться, но ничего не поделаешь. Для меня очень важно было иметь именно комнату какую-то отдельную, а не готовить свечи в зале или на кухне, где еда, пыль, все ходят туда-сюда, и, в общем, мне кажется, это как-то не очень подходящее место, потому что, когда будут свечи стоять и застывать, то я не хочу, чтобы на них, не знаю, чтобы попадал какой-то запах еды жареной или, не знаю, ну, пыль, к примеру, или ещё что-то. Короче, я вас приглашаю к себе на уютное видео, суперинтересное будет, потому что мы будем с вами прям проводить опыты, и обязательно берите что-нибудь вкусненькое похрустеть, горяченький чаёк или кофе, и я желаю вам приятного просмотра. Сейчас вы увидите моё лицо в последний раз, потому что я буду снимать всё очень близко и показывать. Видеть моё лицо вам точно не понадобится, на меня жутко светит лампа сейчас, потому что в комнате свет вообще ужасный. Так что давайте я вам сейчас покажу вот такое вот у меня рабочее пространство. Я просто взяла стол с зала и приволокла его в мою рабочую комнату. И посмотрите, как сейчас выглядит комната. Места абсолютно нет. Но самое главное это то, что у меня есть место, чтобы я могла всё разложить, всё, что касается свечей, и также здесь будут стоять сами свечи, которые будут застывать. Так что идеальный большой стол, и на нём находится всё, что мне нужно. Буквально сегодня я так прыгала от счастья, потому что я получила свою вот эту плиту. У меня не было ничего такого, ну, то есть я готовлю всегда на кухне. А то, что на кухне, мне не хочется ходить на кухню, я хочу, чтобы у меня всё на одном месте готовилось. Поэтому я решила заказать себе вот такую вот плитку. Я не знаю, что вот это вот за фигня, но мне кажется, это царапина. Короче, они мне привезли поцарапанную плитку, но не важно. Главное, что она, наверное, работает, я её ещё до сих пор не включала. Нужно будет её включить на 5 минут, чтобы она погорела. Так было написано в инструкции. Здесь у меня стоит уже пробковая подставка для того, чтобы ставить горячий питчер, а не на стол. Я очень переживаю за этот стол, потому что это такая наклейка на стол огромная. Я переживаю о том, что этот стол может расплавиться, а точнее его поверхность, вот эта вот наклейка-клеёнка огромная, из-за того, что банки будут горячие из-за воска. Я купила себе вот такую подходящую кастрюлю на 18 см. Она сюда прям идеально вписывается. Надеюсь, мне её хватит, потому что она такая очень маленькая. Вот мои два воска, Nature Wax C3 и ProSoy. Здесь у меня уже в контейнере стоят мои масла. Поделила масла на две категории, и вот эта вот категория, где больше всего масел, это масла, которые мне не очень нравятся. Ещё нам понадобится алкоголь. Для того, чтобы фитили хорошо держались в баночках, нужно протереть донышко баночки алкоголем. Я видела кучу видео, где девочки делают именно так. Ещё я накупила вот такие бамбуковые палочки для того, чтобы вот так вот смешивать воск с маслом. И пока я заказала себе силиконовые такие стаканчики специальные, мерные для того, чтобы наливать воск, я купила просто вот такие маленькие одноразовые стаканчики для кофе. И в них буду мерить, взвешивать масла. Итак, все тесты у меня будут поделены на хлопковый и деревянный фитиль. Также я посчитала 6% масла, что получается у меня 11 мл на одну свечу. Во втором тесте я буду заливать на более высокой температуре воск, и я уже взяла 8% масла. Ну и третий тест у нас будет совсем с другим уже воском, и температура заливки воска будет уже намного выше. Для начала я возьму две баночки и приготовлю их, как это делают большинство людей. Крышки, во-первых, мне ещё не скоро понадобятся, так что я от них избавлюсь. Я про эти баночки в прошлом видео ничего такого хорошего не сказала, наоборот, я была очень злой. Но после того, как я поискала в интернете и долго думала-думала, я поняла, что идеальных банок не бывает. И то, что какие-то маленькие минусы, которые я замечаю, возможно, это уже чересчур, как бы, другие люди это абсолютно не заметят. Так что пока что буду пробовать на вот этих баночках. Надеюсь, что в дальнейшем будет всё нормально, я буду получать их целыми. Что ж, давайте приступим. Сначала я вытру баночки с алкоголем. О, сейчас самое волнительное! Первый раз буду клеить петель. Для меня это супер волнительно. Не знаю, как для других, но это для меня прям процесс какой-то творческий. Сейчас впервые буду пробовать вот такие вот наклеечки. Я поняла, сначала нужно отклеить, я сделаю немного приближу, чтобы вам было супер видно. Ну, надеюсь, вам нравится такой ракурс с близка, чтобы вы прям всё видели. Значит, отклеивать я ничего не буду. Я просто открываю вот этот жёлтый. Нет, секунду. Как же мне это сделать? Я не знаю. Сначала отклеить и приклеить к фитилю. Нужно сначала отклеить вот эту жёлтую штуку. Теперь наклеить сюда фитиль. И теперь я отклеиваю. Получается вот такая вот красота. И сейчас я попытаюсь приклеить это посередине. У меня шурки трясутся от волнения. Немного пальчиками прижму. Надо будет купить какую-то штуку, которая будет помогать мне в этом. Потому что если баночки такие маленькие, с ними сложно, то это одно. А если баночка повыше и побольше, это ещё сложнее. Я, в общем, возьму ручку и немного придавлю, чтобы наклейка хорошо держалась. Вот такая вот красота получилась пока что. Первая банка готова. Сейчас сделаю вторую. Итак, я набрала воды в такую кастрюльку. Сейчас поставлю её нагреваться на среднюю такую. Не знаю, вдруг она загорится или ещё что. Пока там вода нагревается, я сейчас наберу воска. Столько, сколько мне надо. Ставим питчер. Сбрасываем. Нам нужно сейчас на две свечи 336. Сейчас будем тестировать вот этот вот воск замечательный. Пахнет чем-то невероятным. Смотрите, какой он красивый. Ещё 6 грамм. О, идеально. 336. Итак, у нас здесь 336 миллилитров воска. И мне по-прежнему странно, как будто это очень много. Но это реально на две банки. Блин. Я что-то не продумала то, что он не будет держаться вообще никак. Здесь слишком много воды. Вот теперь чуть лучше, мне кажется. Воск уже начинает таять. Это очень круто. Термометр для того, чтобы не пропустить различные допустимые температуры. Вот так вот воск выглядит. Он уже начинает таять. И у нас здесь сейчас 47 градусов. 45. Неизвестно, короче, пока что. Я боюсь, чтобы эта штука не сплавилась. Сейчас нам нужно быстренько выбрать масло. Какое я буду тестировать? Давайте возьмём... Надо взять что-то сильное для того, чтобы понять, насколько будет разница между 6 и 8 процентами. Так что я выбираю ваниль. Самый такой сильный запах. И вот такой мерный стаканчик. У нас тут не 40, а 30 уже почему-то. Надо сделать погорячей. Я подготовила два стаканчика. Так уже выглядит воск спустя, наверное, минут 5. И сейчас у нас температура 51 градус. Я сейчас быстренько кое-что придумала. Сейчас возьму ещё одну баночку. И вместо двух хлопковых я сделаю один хлопковый и деревянный. Потому что, получается, я сейчас не тестирую, а делаю одно и то же. Значит, сейчас быстренько... Я впервые... Я даже не знаю, блин, как это вставить. Надо это как-то быстренько сделать. Вот, у меня получилось. И мы будем тестировать, получается, сейчас и деревянный, и хлопковый. Так, воск нельзя нагревать выше 80, а у меня уже 82. Круто. У нас сейчас 82. Всё снимаю супер непрофессионально, но всё в реальном времени. Все ошибки и спешки, потому что я вообще не спец пока что в этом. Абсолютно. Значит, сейчас меряем 22 миллилитра. Хорошо. Сейчас мне я добавляю ваниль. 22 грамма. Вышло 23, но ничего страшного. Когда у нас немного снизится температура воски, у нас сейчас 76. Нужно, чтобы было хотя бы 50, для того, чтобы добавить масло. Сейчас вы видите всё в реальности, как всё идёт не по плану. И воск очень медленно остывает. А, блин, нам надо на 70 добавить. Что-то я уже путаю. И посмотрите, я лишний раз убедилась в том, что вот эта вот штука я и последний раз пользуюсь. Почему? Потому что она мне бесит. Посмотрите, она очень короткая и она неудобная. Так что я куплю пистолетик такой, который за 2 секунды покажет мне температуру. В общем, масло мы будем добавлять на 70 градусов. Дождём пока снизится ещё 4 градуса. Уже 70, короче говоря. Можно уже начинать добавлять. Какой запах ванили. Я ненавижу ваниль, но запах прикольный. Сейчас добавляем масло до последней капли. Немножечко-немножечко так помешаем, чтобы масло схватилось с воском, чтобы был максимальный аромат. Я сейчас делаю всё впервые. Мне правда интересно, что с этого получится. Запах, конечно, мощный, я вам хочу сказать. Нужно будет какую-то маску надевать. Или может потом взорваться голова от такого интенсивного аромата. И теперь нам надо померить. Измерить опять воск. Пока на вот эту баночку я надену вот этот фитиледержатель. Короче, уже можно заливать воск. Сейчас будем заливать впервые. Так, первая свеча пошла. Так. Почти идеально. И вторая свеча. Надеюсь, у меня тут идеально посчитано. Блин, как-то не идеально посчитано вышло. Не хватает немного. Я слишком много налила в ту баночку, но не важно. Это называется тест. Когда ничего не получается. Очень жалко. Ну что ж, теперь остаётся только ждать. Две недели. И спасибо, до свидания. На этом видео закончено. Прикольно, что я что-то сделала не так. Я не знаю, что я сделала не так. Я вроде посчитала идеально. Но, наверное, налила сюда слишком много воска. Сейчас быстренько вытру печер. Я видела, что его вытирают вот так. Прям вот бумажной салфеткой. Так как это соевый воск. И с ним очень легко работать. Как бы он несложный. Несложный от него избавиться. Кстати, ещё одну вещь забыла вам сказать. Обязательно надевайте перчатки. А я подумала, что они мне не нужны почему-то. И вот такой первый у меня тест не очень удался. Потому что я неправильно рассчитала количество. И получается у меня здесь баночка вышла полная. А здесь... Офигеть, сколько их хватает. Но учимся на ошибках. И также вот этот деревянный фитиль. Он почему-то не держался посредине. Мне пришлось склеить вот здесь скотчем. Для того, чтобы он был посредине. Здесь появилась какая-то дырочка. Я не знаю без понятия почему. Почему-то потрескалось что-то рядом с фитилём. Если вы видите. Может быть, это потом можно исправить с горячим пистолетом. Но я не знаю. Доброе утречко. Я посылаю вам всем яркое настроение. И посмотрите, мои свечи уже загустели. Мои первые два теста. Это прям очень волнительно. И я уже могу увидеть, что на банках есть какая-то как отслойка воска. То есть он не идеально прям лёг к банке. И какие-то появились дырочки и трещины. Чуть позже я поняла свою ошибку. Я должна была заливать воск в более холодной температуре. Потому что так он застывает как бы быстрее. И прилегает нормально к банке. А если его заливать горячим, то он ещё и уменьшается в размере, когда начинает застывать. Поэтому появляются вот такие вот проблемы. Ну а пока что я снимаю фитиледержатель. Я пытаюсь померить фитили так, чтобы я отрезала ровно полсантиметра. Так как сказано вообще везде абсолютно. Это не так уж и просто. Это уже надо как-то набить руку и привыкнуть. Потому что со специальными ножницами для фитилей у меня не очень получилось. Поэтому я взяла обычные ножницы. Также для того, чтобы избавиться от вот этих вот дырочек и неровной поверхности, я использую просто горячий пистолет. Вы можете заметить, как выровнялась поверхность и появляются пузырёчки. Это воздух, который был спрятан в воске. И сейчас он пытается выйти. На втором тесте вы можете увидеть чуть меньше отслойки воска. Вот так выглядит поверхность свечи после того, как я использовала горячий пистолет. Уже намного лучше. Всё равно ещё как-то не идеально. Но уже я немного исправила ситуацию. Трещинки также пропали, что очень меня радует. С дырянным фитилем мне было очень страшно отрезать. Я боялась вообще сломать всю свечу или сломать весь фитиль. Со второй свечой мне пришлось немного поработать, потому что у меня была очень низкая свеча. Тяжело было туда достать. Ну, пришлось каким-то образом обкромосать фитиль. Но всё же у меня получилось. Первые два теста я уже закончила и оставляю их в стороне для того, чтобы они настоялись как минимум неделю. А пока что я готовлю с вами третий тест. Субтитры сделал DimaTorzok У меня вышло ровно 390 миллилитров воска. Насколько же я обожаю точность, вы не представляете. На этот раз я попыталась помедленнее наливать воск для того, чтобы не запустить туда пузырьки воздуха. Я не знаю, насколько это медленно или нет, но я учусь, естественно, во время того, как работаю. Протираю печер я именно таким образом, бросая туда просто бумажную салфетку и протираю. Пока у меня не получается не капать на фитильодержатель, но скоро я научусь. Вот так выглядят свечи после того, как застыли. И, как вы видите, всё равно есть поверхность, которая треснула. Но посмотрите на стенки банки. Они просто идеальны. Вот чего я добивалась. Для меня этот пистолет, он очень странный, потому что он выглядит уже, как будто им пользовались сто раз. Он выглядит довольно опасно. В общем, вот так выглядит свеча с третьего теста. Поверхность вроде как идеально ровная. И я избавилась от трещин, которые у меня также появились. Что меня радует больше всего, это то, как выглядят стенки банки. Больше всего мне понравилось, что этот воск сработал очень неплохо на стенки банки. Он хорошо прям прилёг. Большое спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Мне будет очень интересно пообщаться с такими же людьми, как и я. А мы с вами уже очень скоро увидимся на тестах горения моих первых свечей. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok